Продолжение следует... Мы собирали подписи к нашему депутату Государственной Думы от КПР Корнеенко, Алексею Викторовичу. Мы собрали 371 подпись. Я вчера почитал, отсканировал. Мы с помощником подготовлено работаем с учетом дополнения предложения данное обращение. В понедельник будет Алексей Викторович. Я уже писал в чате. Кто хочет, может подойти с ним, пообщаться, задать личные вопросы по поводу стройки. На текущий момент я говорил, что он направил обращение о встрече с Покуром края. Ответа пока, к сожалению, не получил. Также направил обращение о встрече с Приморской строительной инспекцией. Тоже ответа, к сожалению, не получил. Как только получил ответ, все это опубликую в чате, как и все вы узнаете. И меня очень радует, что вы так смогли организоваться. Я надеюсь, что эта организация будет развиваться и дальше. На будущее. Чтобы избежать таких вот ситуаций со стройками. У нас есть товарищи, которые занимаются развитием территории общественного самоуправления. ТОС. Если кому-то будет интересно, что такое ТОС, потом могу рассказать. Это возможность развития нашей территории и получения дополнительных финансирований от города. Создание детских площадок. Возможность недопущения строительства таких домов. Это хорошая инициатива. И у нас есть сейчас самое главное, задаток для того, чтобы такую инициативу в дальнейшем развивать. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие соседи. Меня зовут Софья. Я живу в районе Днепровской уже 35 лет. Нам построили дом Аркады. Нам построили дома на столетии, которые тоже относятся к школе номер 51, номер 38. Никаких школ нам не построили. Садиков? Нет. Нет. Я у меня ребенка устроила садик вот в Петушок, только потому, что я не успела родить, уже бежала, записывалась в очередь. Сейчас мы идем в школу, и куда идти, я не знаю. Потому что мест нет. Когда я узнала, что планируется такой огромный дом возле нас, конечно, у меня есть логическое мышление, я подумала, как наши власти могли такое согласовать. Я обратилась в документацию. Ни слухи, ни сплетни. Документация. Что я вижу? Постановление номер 23, про которое постоянно говорят наши жители. Именно в этом постановлении был сформирован вот этот участок 90-19, который позволил какими-то манипуляционными путями построить там 30-этажный дом. Я открываю раздел про школы и детские сады. Сейчас я вам процитирую. Я патриот своей страны, патриот Владивостока. И такое возмущает. Смотрите, вот страница номер 30, таблица номер 7. Социальная инфраструктура. Что я вижу? Муниципальное образование школы номер 38 на Моргородке. Проектная мощность. 900 мест. Резерв 276. Это значит, согласно этому постановлению 23, что 276 свободных мест есть в школе номер 38. Школа номер 51. Внимание, проектная мощность 1200. Резерв 365. Полно мест, правда? Я открываю ответ от администрации города Владивостока, тоже за 21 год, когда было выпущено вот это постановление. Ответ официальный от администрации города Владивостока. Внимание. Данные микрорайона располагаются в две школы муниципальные. Номер 38 и номер 51. Проектная мощность школы номер 38 в 450 мест. То есть, ровно в два раза меньше, чем указано было в постановлении номер 23. Фактическая наполняемость 625 мест. То есть, получается, переизбыток. Хотя наши чиновники пишут, пожалуйста, 276 свободных мест. Дальше. Школа номер 51. Проектная мощность 575. В два раза больше, чем в два раза меньше, чем указали чиновники в проекте постановления номер 23. Фактическая наполняемость 836 участников. То есть, в полтора раза больше школы переполнено. Что это такое? Почему я слышу, что везде у нас падает рождаемость? Рожайте женщины. Как рожать? Школы нет. Детских садов нет? Нет. Да, я смотрю, в этом постановлении планируется детский сад на 25 мест в этом здании, который собираются строить. Часный садик. А вы видели, какие цены в частных садах? 30 тысяч. Куда? Как мы будем поднимать нашу рождаемость? Я обращаюсь. К нашему руководству, правительству, к президенту Российской Федерации. Потому что все местные зайцы нам сказали, все в законе, живите как хотите. Наше озеленение делают только жители. Сейчас только вырубают все. Я когда видела это видео, когда вырубили эти огромные деревья, я просто слезы на глазах. А про парковки? Давайте я расскажу последнее, да? Про парковки. Я съела машину, у нас одна машина на семью, 100 километров от нашего дома. Потому что парковочных мест нет. Потому что все заполнено. Запаркованы все газоны, все проезжие части. Что у нас в этом проекте? Постановление 23. Ну, есть отклонение, тут написано. В случае охранения предельно допустимых параметров, в части обеспечения местами парковки, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности 500 метров. Я ставлю, километров, выше Камска 5. Что они тут написали в этом своем постановлении? Ну, страница 32, постановление 23. Таблица 11. Количество мест, которые планируют в рамках парковок платных. Тут окс, эти все, все дома перечислены. Я не знаю, именно по этому дому, но не важно. 418 мест планируют в подземных парковках. Парковки платные, насколько я знаю, там больше миллиона. Кто их будет покупать? Да их никто не покупает. Сколько же парковочных мест они рассчитывают получить на, цитирую, уличную дорожную сеть? 228 машин на мест. Где? Где, товарищи? Мы все живем на Кампорске, и мы знаем, что у нас вся улица заполнена постоянно парковка. Нет, ни одного нет. То есть 228 мест будет заполнен, я так полагаю, просто по улице. Переходят тут не просто. А по-другому никак. Поэтому спасибо вам большое, что выслушали меня. Я надеюсь, мы все добьемся отмены этой стройки. Спасибо. Меня опять же радует, что мы здесь все собрались. Несмотря на то, что стройка находится далеко от этого места, но все равно мы приехали и собрались, и сказали на свои умения. Есть присутствуют также журналисты, которые, надеюсь, опубликуют сегодняшние мероприятия. Но самое главное, каждый из нас это маленький журналист. У каждого из нас есть социальные сети, мессенджеры, в которых можно опубликовать информацию о сегодняшнем мероприятии. У каждого из нас как минимум из пяти, шести, может быть, более знакомых, которые смогут увидеть данную ситуацию. Ее репостнуть, чтобы дальше передать. Поэтому прошу, не стесняйтесь, снимайте, записывайте, чтобы можно тоже у себя на страничках опубликовать и рассказать о данной ситуации. Меня зовут Вячеслав Васильевич, а фамилия Шишиш. Живу я в 41-м доме, в 9-м этаже, с которого многое-многое вижу, что делается у нас на Днепрск. Что я против этой точечной застройки, которую организовала власть в нашем городе и вообще в стране. Ни один мэр города, можно сказать, и края, власть не ушла спокойно с этой должности. Одних посадили, другие под следствием, некоторые сбежали. Как это называется? Вот вы сейчас говорили, что там все занято местами, все прочее. Я уже хожу, пожилой человек, вот так вот между машинами, утром, идя на дачу, потому что там поставить негде. А сейчас здесь, на этом месте, хотят поставить дом, 20 с лишним этажей, где-то сотни семей будет и 200 с лишним машин. Куда их ставить? Подумайте, власть и чиновники, которые разрешали и подписывали эти документы. Что народ побудет делать? Вы понимаете, что это будет продолжаться, если мы все это проглотим. Когда мэр, вернее, губернатор Приморского края, якобы, с ее слов, я его не слышал слова, я говорю с ее слов, потому что я слышал по телевидению. Якобы беседу произвел, там, или как, беседовал с будущим мэром или исполняющим обязанности города мэра. Что якобы продолжит точечную застройку. Вот оно, откуда свинья залитая. Вот оно, откуда идет. Продолжать! Разве так можно? Вот я специально пошел в магазин, купил цветы, и вот это все закончится, наше собрание, или митинг, или как там. Я с этими цветами пойду к памятнику, который участвовали в этом деле, в его строительстве, наши морские пехотинцы, а в частности и Сергей Контратенко, который сейчас в городе Владивостоке почетным гражданином есть. Встану перед ним и скажу, вы защищали Родину. И когда-то были слова, больше думай о Родине, а потом о себе. Вы защищали ее в этих событиях после 90-х. После 90-х. И что сейчас стало? Проливали, мы кровь, проливали. Но мы кровь не хотим проливать. Мы хотим мирно, по-человечески, по закону, которые существуют и не есть в нашей стране, но которые обходят, которые игнорируют, которые продают и покупают. Мы боремся против этого всего. Мы боремся за правду, за правду народную. И возложу вот эти вот ему цветы. И скажу, 55-й дивизии морской пехоты уже много лет. Есть бригада морской пехоты, пехотинцы, которые сейчас там работают. И получили звание гвардейских. Мне стыдно, мне стыдно, пожилого человека, смотреть в глаза оцеплении наше, в котором мы оказались. Стыдно смотреть, потому что из их, так сказать, молчание, молчание или что-либо какого-то, это все у нас продолжается. Поэтому я еще раз говорю, нет стройки точечной, а в частности в Днепровске, на Днепровской 39, где я живу. Нет ей лозунг морских пехотинцев, где мы, там победа. Неужели мы этой победы и обьемся мирным путем? Спасибо, что вы так меня обнимали. Спасибо. Давайте еще раз поддержим нашего лейтенана морской пехоты. Он прав. Где мы, там победа. И мне радует, что такие жители приходят сюда высказать свое мнение. Отстоять свое право. Ветераны, которые достойно защищают нашу родину, даже находясь на пенсии, отстаивают права нашего будущего поколения. Недавно мы отметили День защиты детей. Ведь сегодня мы собоимся не только ради себя, а ради наших детей, их будущего, чтобы они могли жить в комфортных условиях. Здравствуйте, уважаемые жители района. Меня зовут Александр. Многие меня знают. Что хотелось бы сказать, я речь заранее наготовил. Пару таких тезисов я, наверное, все-таки хочу донести прежде всего до властей, наверное. Когда-то давно, в советское время, то есть когда район проектировался, более-менее, да, была вот эта застройка, там, 70-80-х годов. Достаточно умные люди, архитектор. То есть они просчитывали антропогенную нагрузку, они просчитывали, какое количество жителей примерно должно жить на, ну, скажем так, одном квадратном метре. Вот. Эти нормы менялись потихоньку, не в лучшую сторону далеко. Вот. Но, тем не менее, антропогенная нагрузка, она у нас вырастает. Вот. Я про машинные места уже говорить не буду. Это, конечно, понятно всем, что машинные места все выкуплены не будут в этом подземном партнеге. И количество квартир можно просто смело умножить на полтора, и мы получим то количество машинных мест, которые в итоге будут у нас по факту. Однажды это просто закончится тем, что пужарная машина или там скоро она просто не проедет, куда это необходимо, потому что на мастерушке уже не везде проедешь. Ну, и хотелось бы обратиться к власти, ну, к властям нашим местным. Почему это происходит? Почему какие-то серые схемы допускаются, прежде всего, по выдаче земли, разрешению на строительство, то есть, причем, это уплотнение района. Вопрос к тем слушаниям, пресловутым общественным, по снижению зеленения. Вы можете представить, это логично, что, ну, прошли слушания, и жители проголосовали здесь снижение зеленения. Ну, такого не может просто быть просто физически. Вот, это понятно, что да, это серые схемы какие-то. Вот, мне хотелось бы обратиться, как бы, отсюда к мэру, к конкуратуре, чтобы они занялись этим вопросом и выяснили, каким образом застройщик, ну, застройщик дотянул вот этот участок до нужной 2,5 тысячи квадратных метров. У меня все, все, все. Я директор по строительству компании «Навигатор» Макухин Андрей Геннадьевич. Проект планировки, насколько я знаю, в соответствии с законодательством, когда разрабатывается, участвуют специалисты, специалисты администрации, проектировщики и так далее. Все просчитывается. То, что девушка зачитывала показатели с таблички, ну, мое предположение, что разночтение, вот то, что в два раза, это просто учитывали то, что в школе идет двухсменное обучение. Две смены, ни в одной. Мы, как строители, естественно, будем учитывать ваши пожелания, хотим учитывать. Мы готовы с вами общаться. Уже девушка вам сказала, что на втором этаже у нас планируется сделать детский садик на 25 мест. Единственное, я уточню, что это будет не коммерческий детский садик, а мы безвозмездно эти квадратные метры передаем администрации, для того, чтобы это был муниципальный детский садик. Уже я много объектов строил, и, к сожалению, везде практически такая же ситуация от жителей, но по результатам работы строителей всегда появляется какое-то новое светлое технологии в микрорайоне, новое благоустройство, новые приборы освещения, площадки. Добрый день, уважаемые жители. Я являюсь генеральным директором компании «Навигатор» Архуша Евгений Александрович. Значит, что я хочу вам сказать. Мы, во-первых, как застройщик готовы выслушать. Вы нам, пожалуйста, подскажите. Если где-то рядышком, да, мы можем безвозмездно оказать какую-то помощь жителям, мы готовы это сделать. Это вопрос номер два. Вопрос номер два. Значит, мы сейчас по поводу детского садика на 25 мест. Вы смеетесь? Но на самом деле есть уже договоренность, есть переписка. Я не зафиксировала с администрацией города о том, что мы безвозмездно передаем это дошкольное учреждение. Значит, вопрос номер три. Вопрос номер три. У нас с вами там выше участка нашего Днепровского 39 есть, как он прямо называется, платный автостоян. Да? Вот здесь сейчас, после совершенной фразы, вы поделитесь 100%. Кто-то будет за то, что я предлагаю, а кто-то будет категорически против. Речь о чем? Речь о том, что мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы сделать на этом участке детские и спортивные площадки безвозмездно. Значит, для того, чтобы определиться, что должно быть на том или земельном участке, согласно законодательству, должен быть разработан проект планировки территории. Вот проект планировки территории разрабатывается, утверждается администрацией и соответствующими службами. Проекты планировки территории строители не имеют никакого отношения. Это не ко мне вопрос, еще раз услышьте меня. Почитайте, пожалуйста, что такое проект планировки территории, как он принимается. Мы ни с кем не договаривались, мы шли согласно законодательству. У меня был вопрос про то, что все сделано в рамках законодательства. Постановление номер 23, на которое вы ссылаетесь, я его распечатала. Угадайте, кто его подписал. Гуменюк, который где сейчас? Сидит. А кто? Кто? На кого возложено исполнение этого постановления? На Сатанову, который где? Сидит. Поэтому мы не верим, что тут все было сделано в рамках законодательства. Потому что все ответственные лица под следствием. Ну, под следствием, Гуменюк, по-моему, уже было принято. Учитывая скальность нашего года, вы будете взрывать. В смысле нет. Вы будете ковырять? Значит, смотрите, еще раз для всех, кто далек от строительства, да, и не проходил эти этапы. Прежде чем вообще получается разрешение на строительство, разрабатывается проект специализированной организации. Да, там сидят не просто люди без образования, без опыта, они являются соответствующим, состоят в СРО, да, саморегулирующая организация. То есть это все регулируется, да. Значит, еще раз, да, есть две экспертизы, два вида экспертизы. Это просто, ну, как это должно быть. Значит, есть два вида экспертизы. Первая экспертиза — это государство. Она проходится в случае, если в строительстве есть бюджетные деньги. Второй вид экспертизы, который проходит проект, это не государство. Да, да, да. Это специалисты трех организаций, которые я отвечу сейчас. Никто там взрывать ничего не будет. Друзья, можно вы? Я хочу задать еще один вопрос. Уважаемым застройщикам, у вас на паспорте объекта написано, что вся документация разрешена на сайте Нашдом.РФ. Да, моя ответка. То есть для того, чтобы заключить договорно-долевое участие, с кем-ка-коман.-РФ обязан на Дом.РФ все это выводить. На данный момент мы подали декларацию. У нее там несколько стадий согласования. Первую стадию мы прошли. Мы проходим сейчас вторую и полагаю, что на Дом РФ все появится ориентировочно в доме в средах. Непонятно вас. Молодой человек, я вас внимательно слышу. Я в этом оно решу. И вот решили, что иди. Вот где-то решили, если не слышать. Вы не представляете. Вы не можем, например, в четвертом городе. Учитывая розовый ветров, я вас слышу внимательно. Розовый ветров, всяк, у них все летит в квартиру. Даже стерпопакеты не помогают. Понимаете? Если вы зато были в этом средстве, вы хотя бы опрыскиваете там, у вас мясо. Вы понимаете? Но вот как предусмотрено. На данный момент я вот я вижу. Претусмотрено, я вижу. Деревья. Нет. Нет. Открытая площадка на подопаднике большой слои. Удивили. Понимаете? Вот это называется уничтожение моих условий. Вы понимаете? Подождите. И мне очень-очень приятно, что действительно подопадение к нашим жителям, которые живут, у Бога запасные, как мы живем, что... Никогда нас не делаем, молим, молим. Постоянно утром выходишь, в этой же деревне, когда-то спускаешься, вичник, гал, гололёд, всё. А вы представляете, что сейчас вы нарушите вот эту руку, которая там постоянно, все дети не знают, что я скажу. Постоянно из-за неё болеют. Вы должны какие-то масштабы, которые... Всё это заверливалось. Всё это крепилось. То есть понимаете, у нас жизнь просто превратилась в свал. Мы прекрасно, мы... Ну, честно, мы кипелы, мне просто неприятно осознавать, что ты живешь в такой стране, прекрасного города, такого зелёного района, да? А тебя просто по-барварски. А вот тебе. Вот, буйся, что соседей делать, развиваются, кушать, 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 что. Вы понимаете? Мы вас понимаем строго. Ну, не 21 этаж, когда приезжаем на кризис, смотри, я в ужасе. Вот как раз по поводу... Вот мы сносили все здания, уважаемые, знаете, рамы, вспоминал. Это историческое здание. Да, да, историческое, что... Вот там перекрытия были, эти бедные... Можно потом остановить? Установить, конечно, в голове. Детей, ловик, лидер. Готовлят, да. Залой, залой, да. Шлак, 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 шлак. Вот мы поливали специально, заказывая воду, поливали, что поливали. Меньше, меньше, меньше. Нами получили обучение из инспекции по надзору строительства, что вам сделано предотвижение установления незаконного ограждения при общественном сервитуте. Почему до сих пор это ограждение стоит? Да, мы действительно получили это предупреждение. Естественно, будем переносить этот забор. У нас срок исполнения в соответствии с этим документом 9 и отряда. Во-первых, у меня есть ответный вопрос о паспорте объекта. В паспорте объекта у вас размещено ограждение. Я могу ошибиться с пунктом? Допустим, у вас почему-то на паспорте объекта у вас нет плана застройки. По строителям ССП 48, там, там, 33, пункт, 18. Там есть список, что нужно, как на паспорте объекта. Вот у вас, допустим, нет плана застройки. То есть мы их они жители не можем ознакомиться даже вот с плана застройки. В принципе. У вас там есть картинка, которая абстрактная, которая даже с лекарства у меня лучше. В том, визуально выглядит меньше, чем у нас на самом деле. Второй момент, то парковочным местам задавали вопрос. Я так понимаю, что вашим ажекторам никак не подразумевается расширение проезжей части. Если мы ставим парковочным местом, то мы все пострадаем. Потому что у нас проездных в Буякове практически не просто перелог давать, но в которых фактически будет перекрыт. Ладно, поблагодарим застройки, потому что спустя начались с ним, с ним не перешли. Потому что много вопросов есть к ним, есть вопрос к администрации города. Ну, значит, вы же имеете в виду, в виду, в виду, в виду. Огры, соответственно, еще проверяют все документации. Как только получим, будем делать все. Меня зовут Максим Игоряченко, я замглавы администрации. В данном случае, зная о том, что здесь вероятно состоится митинг по теме застройки в Днепровской, мы здесь присутствуем с моими коллегами для того, чтобы услышать, а что же говорят жители предметно. То есть помимо эмоций, которые о том, что призываем к совести, а вот не надо строить точную застройку, это же больше национальная история. Есть всего несколько нюансов. Это же не первая стройка, в которой есть некое противостояние с жителями домов, которые ближайшие располагаются, и с собственником земельного участка, который задумал ту или иную стройку. Как происходит обычно? Просто по практике. Есть первая история. Ну, там, подогреваемые некоторыми группами людей. Жители начинают к эмоциям призывать, всех, как и здесь, обвинять в вздаемстве, рассказывать, а кто же где, по вашему мнению, сидит, и как во всем виноваты. Ну, это эмоциональная история, дома они есть. Есть второе. Есть второе. Есть ситуации, когда жители выходят и говорят вполне конкретные вещи. Например, говорит, застройщик, мы понимаем, ты здесь строишь какой-то дом. Первое. Ты нам расскажи фактуру. А что здесь будет? Он тогда проговаривает. 158, насколько я помню, квартир, 21 этаж, 2 этажа стилобатов, в которых 85 парковочных мест. Не достоверно, не нанесена на схему стройка, которая будет происходить за этими границами. Поэтому мы сейчас отправим туда своих коллег от градостроителя, они посмотрят, соответствует ли то, что размещено на паспорте объекте, фактическим обстоятельствам. Если нет, мы заставим их сделать какую-то достойную в масштабе схему, чтобы было видно, что будет. Пятно застройки плюс помещение. Это первое. Когда собственник принимает решение о строительстве на своем земельном участке, ну, наверное, сколько бы мы ни призывали, хоть всем городом соберемся и скажем, слушай, ну-ка, не строй, ну, вряд ли он с этих планов откажется. Это объективно, это условно коммерция. Он ровно для того, много лет назад этот земельный участок приобретал, ровно до того платил деньги и заказывал проект. Он же приобретал деньги. Но очень важные вещи дальше к нашей зоне ответственности. То есть мы должны понимать, как действует администрация в этом случае. Если вдруг у вас есть иллюзия, что администрация может вот так разрешать или вот так запрещать пыльную строчку, это не так. Так, сидят же, за что? Да что люди на себе делают? А почему? Как это происходит? Заинтересованное лицо получается когда-то, как-то. Мы не будем обсуждать эти вещи. Если у вас есть какие-то по этому поводу допущения о том, что что-то было делано с нарушениями норм закона, то мы бы рекомендовали вам либо с нашей помощью обратиться с заявлениями и указать вот такие возможные нарушения. Были они или нет, но коллеги посмотрят. Этим будет заниматься прокуратура. Более того, возможно и нет смысла писать что-то еще, хотя если есть потребность, мы это организуем через представители нашего районного округа. На Ильичево находится, придете, вас в кабинете примут, помогут что и куда написать. Но, зная, что прокуратура уже сейчас и районная, ирвореченская, и городская этим активно занимаются, мы полагаем, что в ближайшие несколько дней незаконность действий всем этапам будут давать. В том числе вот эта история с тем, что там немного забором лишнего захватили, в том, что они там может быть не в границах, в том, кто выдавал разрешение, как получался земельный участок, кто из частной экспертной организации проверял проект, соответствует он или нет формулы, то есть всю оценку дадут. И объективно, если там будут подтверждены факты законности, то, наверное, к эмоциям не надо. Вам важно сейчас получить от возможности вкладывания там коммерсантами денег в свое имущество еще и какие-то, как говорится, хорошие блага для себя. Например, был упомянут проезд. Мы вот стояли, девушки между собой беседовали, на каком там участке заезд, где сильно узко. Наверное, если это обозначить в качестве задачи, то, несмотря на то, что, как вы думаете, они заинтересованы не делать расширение для того, чтобы купили стилобаты, мы можем постараться войти с ними в диалог и ваши пожелания и ретранслируются. Ребят, давайте-ка, вы здесь заезжаете строительной технике, посмотрите, можно расшириться, нельзя за вашими. А там не можно расшириться. Послушайте, первое, второе. Мы когда ждали начало мероприятия, мы задали вопрос застройщикам по поводу того самого земельного участка, который они выражали готовы с клубой строить. Но что я сразу спросил, уверены ли они, что все жители как-то поддерживают то, что там случились детские или спортивные, поскольку понимаю, что автомобилисты и возрастные люди, они между собой не определяются. Но тогда не произойдет ничего. То есть они начнут строить, у них есть деньги, и мы можем надавить где-то и попросить их сделать какое-то адекватное, качественное, с вами проработанное благоустройство. Но если вы к единому мнению не придете, ничего не будет. Останется, как сейчас, будете просто парковаться на косморах. Первое. Поэтому, если есть инициаторы, была первая девушка, она хорошо выступала, много эмоций, был мужчина завершающий, он больше конструктива внес. Определите еще одного-два человека от других домов. Соберите вы эти пять человек активных, получите вы от всех жителей задачи, которые в коммуникации со здравщиком можно решить, и обсудите. Сделайте общее собрание, можно управлять. Управляй-ка разными, или нет? Тогда так. Можно через управляющую организацию выразить волю путем общего собрания. На предмет того, стоит ли там на этом участке делать асфальтирование, пусть у вас там будет просто парковка за их деньги. Как пример. Я не за еще фантазирую, будут ли они асфальтировать. Мы попросим. Второе. Либо это будет благоустройство. Далее. Как мне кажется, было бы неплохо посмотреть, что у вас во дворах всех пяти домов. Возможно, там есть какие-то старые объекты. Например, спортивные площадки, детские, песочницы, что-то еще. Белевые площадки. Я не знаю. Возможно, что-то из этого требует приведения в соответствие. Пока есть уникальная возможность общаться с застройщиком до того, как он начал сдавать дома. Я думаю, мы сможем помочь и в этом. Пригрузить его. Поэтому. Но нужно это сформулировать, а не просто рассказывать о том, а как же плотно. Можно? Если будет такое выстокое здание, вот все эти плюшки, они вообще не... Надо снизить этажность хотя бы. Самый главный вопрос у всех жителей. Во-первых, 21 этаж среди пяти этажей. И как вообще? Как он там попал в зону G4? И второй, это вот этот стеклянный зуб мудрости, который они собираются в струне. Просто стеклянная, извините, хрень, которая, как у вас на против мэрии, стоит фреш-плаза. Точно такая же предполагается нам 21 этаж. Нам там жизнь даже видно... Переводя ваш вопрос. Это плохо, так не надо. Правильно? Это ужасно. Рассказывай, в каких рамках законы? А вы были на объекте? Вот видите, посмотрите. Не видите. Давайте на один, а потом все. Там без документов страшно. Вы увидите, вы поймете, это ужас. Тихо, тихо. Мужчине хочу ответить, и в том числе и на вопрос. Женщине. Что такое этажность? Она ограничена несколькими вещами. Как вы правильно сказали, есть определенная зона, и там есть ограничения по этажности. В данном случае та территория, которая на этом участке Днепровской есть, подходит под этажность 21%. Коммерсанты, естественно, мы понимаем, просто потому, что так хотят жители, вряд ли, наверное, подают на то, чтобы снижать ее. Они разработали проект, и дальше есть зона ответственности муниципалитета. В чем она состоит? Есть специальный отдел городостроительства, который открывает закон, видит там несколько пунктов, которые должны быть ему принесены в качестве документации на рассмотрение, прежде чем выдать разрешение. Как это происходит? Приходит пакет документов официально, они отсматривают. Если что-то не соответствует, пишут письмо. Без рассмотрения, в силу того, что нормам земельного и грузоводокса не соответствуют. Например, этажность не та, например, не хватает объема благоустройства или количество парковочных мест. Это самые часто встречающие за месяц. Например, по закону, это 51%, насколько я помню, от количества квартир, сколько нужно сделать парковочных мест, как минимум. Если не соответствует, не пройдет он. Разрешение не будет получено. И если площадь благоустройства, это зеленые насаждения, пешеходные прогулочные зоны вблизи территории, они считаются, исходя тоже из площади. Если это не соответствует, они тоже не получат разрешение. Не конкретно этот застройщик, все. Бывает так, в силу недосмотренности или еще по каким-то причинам, ну, раньше так было, там, другие стройки несколько лет назад, выявлялись факты, что недостоверно и неправильно было рассмотрено. В таком случае орган надзора реагирует, может, протесты и отменяйте разрешение. Эта прокуратура, видимо, сейчас посмотрит, и будет понятно, в этой части есть ли нарушение. Убеждать застройщика сделать ниже, ну, это просто... Нет, ну, смотрите. Ну, некая данность, вы должны это осознавать. Теперь следующее. Теперь следующее. Мы-то протестуем больше не против застройщика, а против выданного разрешения. Конечно. Оформленного... Еще раз, помните, я показывал вот такие две штуки. Нет такого, что администрация говорит, вот здесь не будет. Нет. Приходит собственник и говорит, вот проект, вот на него экспертиза, вот его этажность, вот соответствие, проверяйте. Нет, никаких других оснований. По утверждению градостроительной администрации, проект планировки, о котором тоже говорилось. Девушка выступала и говорила, а вот мы не знаем, а где это было, возможно, там тоже все нарушили, и все это там сделано с нарушением. О том, что жители не участвовали, по всей видимости. Как это происходит? Не про вас рассказывают. Не знаю, как было здесь, но не настолько в материале. Но в целом это так. Проект планировки бывает двух типов. На конкретный маленький участок, тогда да, туда выходят только близлежащие жители. И на большие территории. Насколько я помню, тот проект, вплоть до 38-й школы. То есть там большой проект планировки территории, который развязку на 38-й планирует к расширению, там есть по этому же проекту планировки линейный объект. 38-я школа, почти до моргородка. И на Днепровскую. Это большой объект. И участвовать могут все жители этой территории. Ну и, соответственно, все заинтересованные стороны. Почему вы участвовали или не участвовали? Кто из вас участвовал или нет? Я не знаю. Но по данности происходит так. Все пока не плюнет, а в этом и не думают. То есть все публикации об этом, о том, что будет такое рассмотрение. Обычно люди, ну они не знают. Когда начинается стройка, им приносят и говорят, слушайте, ребят, ну а это что такое? Почему вы не выразили? Потому что мы не занимаемся строительством бизнеса. Мы не знаем, где разрешается информация. Поэтому, из конструктивных лично моих предложений, несколько вещей. Если есть что-то помимо эмоций, мы считаем, вот здесь неправильно было вот это. Вот тут мы не присутствовали и вообще оно не проводилось. Вот здесь выдали, а должны были не выдавать. Вы это сформулируйте. На Ильичевом вас ждем. Мы поможем написать, куда положено. Нас проверяют в этом. Прокуратура. Это первое. Но для сведения, просто нас они проверяют, правда. Я прежде чем идти посмотрел, нам зашло несколько требований от органов прокуратуры. Мы на них там всю фактуру отдали, стопки материалов отвезли. У нас было несколько выездов на место. И знаю, что и без нас они застройщиками еще ездили, смотрели, откуда. Это, собственно, и родилась история с тем, что там не совсем жаловы, стоит запрос. Это первое, из конструктивного. То есть проверяют и так, но если есть на что указать, пожалуйста. Второе, из принципиального. Ну нет такого, что никакие там не будет. Нас через суд даже заставляют. Были такие случаи, там один из предыдущих глав, он тоже там отменил разрешение строительства. Они пришли, обжаловали еще деньги с нас, взыскали за то, что они незаконно отказались в связи с тем, что все документы были в наречии. Это просто для понимания. То есть если проект готов, то пожалуйста. И вот самый важный момент. Я предложил, девушка, мужчина и еще кто-то, определитесь сами, инициативную группу. И попробуйте вы, пока это возможно, сделать для себя максимальное количество кулахов на этой территории. Да не будьте там на маленьком пятачке. Вы приедете сами, не надо вас не закатывать. Не надо, вы ораторским искусством пытаетесь нам вот это вот. Вы внимательно нас высушили, вы не высушили. Вы вот там такой пятачок, тут двухэтажка, помойка, тут девятьэтажка, тут. Такое благоустройство, я же сказала, построите. Такие пять домов. А вы съездите и посмотрите, дорогу расширять не надо. Красиво научились бы водить от администрации. Местущица и скамейка. Вы, посмотрите, пожалуйста. Там нету места. Да у нас во дворе. Вот вы приедете и посмотрите наши двори. И вы поймете, что вы на встрече. Это девушки. Да не надо в сказке рассказывать. Не надо рассказывать. Не надо. Надо рассказывать. Получается, что вы как-то... У нас прям конкретный вопрос в лоб. Почему на сайте Дом.РФ мы до сих пор не видим проект этого дома? Если проекта нет на сайте, мы не можем как жители с ним ознакомиться. У нас, как у жителей района, возникает резонный вопрос. Ну, что там не все в порядке. Значит, мы конкретно подозреваем застройщика, что он либо что-то там подчищает проект. Я не так сильно покружен, как сам представитель застройщика. Но что он вам сказал просто, если... Он сказал, что... Он сказал о другом. Что работать сами, которые подготовительные, ограждения строительной площадки, демонтаж, который выполняется. Проект вот того старого строения и пристроить к нему. Они выполняются после того, как получается разрешение на строительство. История с опубликованием на сайте Дом.РФ проекта стройки, она начинает отсчитываться с момента, когда ему строительную декларацию подпишут. Просто это сам механизм. Они ее подают на долевое строительство. Это же дом, который будет продаваться, наверное, на этапе годноварной или позднее. Среда, если так же он сказал. Но, видимо, на той неделе будет это все развлечить. Это не в нашей зоне ответственности. И требовать это лично мы не можем. Это просто обязательно его требования к строительной контролю. Со своей стороны я это пометил. То есть мне важно, чтобы они нам тоже отзвонились, сказали, что... Был такой вопрос, вот мы разместили, там могут жители посмотреть. Просто в чем вопрос? У нас, собственно, это конструктивно, у любых протестований не срок давности. У нас есть подозрение, что просто строчек его тянет до того, что срок давности прошел. Вы же вчера упомянули срок давности, что, по вашему мнению, могут чего-то тянуть, чтобы там не произошло. Ну нет такого срока давности. Вы поймите, люди в квартире кто-то тоже в этом году. Ну, послушайте, сейчас борьба идет с точечными застройками, а мы имеем обратно. Что еще раз? Я бы сейчас даже мягко объявил борьбу с точечными застройками. И если хотите, помогите нам. И сам же подписывает все эти документы. Да, он вообще ничего не подписывает. Подписывает итоговый документ, единственный, который вот зависит от нас. Это то, как мы рассмотрели документы, принесенные собственникам земельного участка и проект застройки. Как мы рассмотрели и как мы выдали разрешение. Вот это единственное, что происходит на уровне власти, краевой или муниципальной. Это наша действительность. Ну, получается, решение принимают люди, которые сидят в кабинетах. Они не представляют, что надели. Вы поймите, если вот просто открываешь документ, в нем 12 строчек. Если галочка напротив 12 поставилась, нет оснований не выдать это разрешение. Просто невозможно. И если что, тот, кто проверяет документацию принесенной. Это не его воля, это просто совместное. А с фактом, а с фактом. А с фактом, что-нибудь отличается, что-то бумаги, и что-то свидетельно. Или хоть кто-нибудь. Нормативные требования, я вам еще раз говорю, важных вещей несколько. Возможность подъезда, количество этажности, наличие возможности благоустройства в определенном проценте, парковочные места в определенном проценте. И самое важное, срок строительства. И еще вопрос. А вот они убедительно говорят, что садик будет. 25 мест. Это действительно или это обещание? Правда ли это звучало так, 25 мест? Да. Но есть один нюанс, то тоже не надо вводить себя в заблуждение. Это не сад. Это группа дневного пребывания. Потому что многоквартирному дому невозможно прирезать территорию, которая по норму должна быть. Теновой навес, беседка, вот эти вещи. Но там действительно 25 людей, муниципальных детей в группе пребывания будут находиться. Однозначно это будут дети, те, кто живет рядом, ну 100%. Это вот из того, что я... Определить инициативную группу граждан, я назвал двух человек, они сами определяют свои. Не надо гвалт, который будет рассказывать эмоционально. Эти люди сформулируют предложения или просьбы, или требования, или что-то еще. В том числе и по поводу этого участка дороги, я про это сказал. Про дворы, в которых я предположил, а вы говорите, что там ничего нет, и нигде, и невозможно. Ну ладно. Но они хотя бы сформулируют эти мысли. И централизованно придут к управлению ДУК. Это наша администрация, административно-керриториальное управление района. Принесут это на бумаге. Мы посмотрим, пригласим застройщика и спросим, на что он готов пойти. Может быть на все, может быть не на все. И тогда мы сможем повлиять на это или попытаться повлиять. Это мое предложение, конструктивное. Теперь далее. Вопрос по поводу размещения адекватного плана я решил. Я не знаю, на сколько я там они обязаны сделать. Ровно то, что вы просите. Давайте мы постараемся это дальше.